Всем привет! Вы на канале «Неустановленное лицо» и сегодня мы находимся в городе Ветров, Владивосток. А пока меня не сдуло отсюда к чертовой матери, сейчас давайте покажу вам, как я сюда добрался. Сначала мы долго и упорно добирались автостопом до Питера. Погуляли там день и ночь, а после двинули дальше, потому что билеты, купленные нами по акции, были из Пулкров, Невича, с двумя пересадками в Екатеринбурге и Иркутске. И из аэропорта в центр Владивостока мы добирались тоже автостопом. Доехали в центр Владивостока, сейчас немного посидим в KFC, покушаем, зарядимся и пойдем гулять, изучать этот город. Собянин Блэд, где благоустройство? Ну и вот, в это и догуляли мы до самой баянной, наверное, смотровой площадки Владивостока. Причем мы шли сюда даже не намеренно, а просто она оказалась по пути. Дабы сразу убрать все стереотипные штуки по поводу Владика, вот там на здании какой-то кит, написано «Мумий Труль». Сейчас вот 10 секунд того, что все обычно делают с Владивостоком. Вот мы и наверху сейчас поглядим на... И хватит, извините. Достаю фотик, ко мне со спины подъезжают товарищи полицейские, давай меня допрашивать, обыскивать. Обязательный атрибут любого города России здесь тоже присутствует. Я сердечко Владивосток. Если кто шарит, вот что это вообще значит? То есть просто адресный знак. Токаревская или Токаревская кошка. Что значит кошка? Это улица, набережная или что вообще? Или... Да, или здесь просто, не знаю, кошку сбили, а она не умерла и решили эту улицу кошкой назвать. И начались первые потери. У Ксюши минус два цветочка из ушей сережки. Я напрягся. Город от мостов вообще как-то очень сильно так зависит. Даже на люках их рисуют. У меня как бы изначально было мнение, что до саммита, до постройки мостов тут город, по-моему, вообще не особо-то жил. Владивосток хороший. То, что тут можно в автобусах расплачиваться телефоном везде и в маршрутках. В автобусах стоит всего это 28 рублей. Владивосток плохой. То, что здесь мало табачных магазинов. Дойти хотя бы до одного. Надо подняться, спуститься, подняться, спуститься и бросить курить. Азиатская Левослава. Блядские вейперы добрались до Владивостока. Б. Благоустройство. Этот дом больше на строк похож, чем тот. Снаружи это казалось более интересным и перспективным. А тут просто гаражики какие-то. Конец странно-сибирской магистралишки, по которой я пока еще ни разу не катался на ТХ. На крыше катался, на ТХ нет. Километраж до Москвы 9288 километров. В кедах туда ползти как-то не особо желание есть. Тут еще оказываются какие-то неправильные солнечные часы. И какие-то, блядь, очень нервные и охрипшие чайки. Так что, Лиза, Юля, заканчивайте курить и бухать, а то будете так же. Кстати, Владивосток тоже из той касты городов, где вот эти вот заборы, разделяющие дорогу от тротуара. Привет алкоголикам Москвы с местного Китай-города зашли тут на рыночек. Всякой херни закупиться. Блядь, просто вот я сейчас скажу, и это прозвучит максимально странно. Я закупился дошиками на 400 рублей. Короче, из-за местного рельефа тут можно с одной стороны здания зайти на 6-й, 5-й этаж, а с другой стороны, как бы, можно на 1-й. И, как бы, вот некоторые, кто впервые вас этого не понимают, а охеревают с этого. Надо заказать желание. Бесплатный алкоголь по всей России, бесплатный алкоголь по всей России. В целом, город мне очень понравился. Хоть пешком гулять по нему и тяжковато. Особенно без красного и белого. А в один из дней друзья пригласили нас по... походить. Сегодня будем плавать вот на этой вот штуковине. Хикари. Все, Егор, большое спасибо. Все, счастливо. Ну вот вам, ребятки, анурский тигр. С очень солидной балдой. Пушечка, ближайшая к центру Владивостока, на сопке холодильник. И заныкаю я ее вот сюда. Надеюсь, там все ничего не случится. Так что, кто будет, приходите, заберите. Потом напишите. Меняются города, меняются времена года, но суть остается той же. Решил я тут по-алкостримить во Владивостоке, так сказать, дельневосточный алкострим. Инетик исчез, и Ксюша принялась за свое. Спортсмен. На момент ее постройки она была, типа, одной из самых таких лучших неприступных. Ну, собственно, никто ее так и не захватывал. Укрепление смотрящее, получается, как раз в сторону, блядь, чуть не сдуло, нахер. В сторону вероятного противника. Давай, ну, притопи, притопи, оставь кто-то нищий. Иди, пожалуйста. Я вас всех про... Там вон еще идет ТХ-шечка, контейнеры прям манит проехаться здесь. Реется что-то в сомнениях, не знаю, стоит ли попробовать или не терять на это все время. Настало время автоподротия. Вот такие вот фотошки отсюда и получается. У нас, оказывается, два перворазника, что Ксюша, что Дима. Год назад я примерно в новостях увидел, что некие школьники пришли на выпускной, да, по-моему, в БДСМ костюмах. И вот так тесен мир, что это, оказывается, было в его школе, блядь. За время нахождения в городе я посетил несколько крыш, которые, на удивление, были открыты. Действительно, без шуток. Они просто были открыты, либо легко облизались. Все эти крыши вы могли видеть у меня в инстаграме практически в тот же день, когда я на них побывал. Ну а сейчас я покажу вам их и тут. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а, так сказать, в подтверждение наших вот этих всех тусичей, вот, унифлекс, универсальный флекс. И, да, кстати, проклятие правых конечностей меня продолжает преследовать. Вот, вот, как бы, палец разъебал, там кровище. В автобусе пока ехали, кровище стекло, я стою и так думаю, до локтя до течет, не до течет. И пока мы вот этот дом шли, ногой еще уебался, ну что-то я там чувствую некую жидкость, возможно, тоже до крови. Сегодня поедем в какую-то местную щель. Пару часов спустя мы таки добрались до места, которое называется ущелье Дарданеллы. Греки тут ни при чем. Парковку ты их используешь или нет? Просто проход по территории. Типа, я понимаю, что пытаются делать барки дальше всем чем угодно, но это как-то тупо. Тем более, когда есть бесплатный обход. Ну, короче, разложиться тут на раз-два. Ну, такой у меня охрененный фотограф заставил меня просто на студенном. Ну, вот, в таких, как бы, условиях приходится тут снимать. Удобно, что бездет. Пофоткались, немножко прибухнули местные настройки, доктор Август. Короче, если приедете сюда, не платите этим мудакам ни копейки, обходите парики, а на выходе просто спокойно идете и все. Надеюсь, доберемся таки до мыса, где месяц назад снесло к херам маяк. Вот такие вот таблички. Вот такими интересными даже надписями. Красивейшие места попадаются. Я вот даже не знаю, как их снимать так, чтобы это выглядело так же охерительно, как глазами. Вот здесь надо сходку устраивать. У нас сегодня в Москве у ребят проходит сходка, как и год назад. И сейчас небольшое экстренное включение со сходки из Московской области. Наши спецкорреспонденты Андрей Голубь и Лиза Точка Лизергин. Мы ведем репортаж со сталкерской сходки двух урбан-чатов. Я специальный корреспондент Кенжи Ньюз Андрей Голубь, со мной Лиза Точка Лизергин. И мы описываем, собственно, что происходит. Извините. Вы повредили нашего репортера. Ты задержан или просто глупый? Напоминаем, основное правило сходок. Не сжечь объекты. Пройдемте. Объект не горит. Все хорошо. Это костер, который нам скрит. Он без ботинка стоит. Алло. Где два ботинка? Я все это снимаю. Нет, Сева, мы проебали. А ты полчаса ровешься в луже. 50 на 20. Я тут, кстати, в лесу в такую прям нормальную трясину залез. Прям практически по щиколотку. Но при этом кеды чистые. То есть я так и не понял, что это за консистенция была такой земли, которая не пачкает. Но это было круто. Займемся ходьбой по красивым местам. Ну и как бы сразу напрямую сейчас пойдем на мыс Тобизино. Ну и наконец-то начинается что-то интересное для моих кедов, в которых подошва отсутствует примерно процентов на 7. У нас, короче, еще один челлендж. Сейчас будем тут пробовать местную бугульму. Уссурийский бальзам. Ксюша начинается серия алкогольных океанов России. Да, эта шоколадка с нами путешествовала прямо с Москвы. Ребят, вам не страшно? Да нет. Очень классно вообще. Нам на вас даже смотреть страшно. Элликсир без стражи. Ну да. Обстановка. По кайфу. Мы сидим в районе. И кайфуем. Сначала бухаем. Можно туда спокойной душой падать? Нет, это того не стоит. Ну вот, собственно, и все. Сам этот мыс Тобизина, его конец, окраина, не знаю, кончик. И впереди только океан тихий. Технологии алкопроизводства по-владивостокски. Есть бальзам, который Ксюше по вкусу не очень нравится. Есть пустая бутылка из-под малинового ликера. И кола. Звучит как начало дальновосточного смертельного коктейля. Я бармен. Вот, да. Лучшие коктейли в Приморском крае. Споил неспиваемых. На самом деле пью не я, а она. Я просто ношу этот алкоголь себе. Ну как? Ну, короче, уссурийский бальзам я не рекомендую. Да смысл? Просто если. Стени. Ну, это не бугульман, но нормально. Типа на попойке брать вполне даже лук. Идем тут обратно с мыса. Смотрите, к нам леса бежит. Здравствуйте. Он там лук. Кс-кс-кс. У тебя что пожрать? Крожок с яйцом и луком. Доставай. Нет. Че нет? Жадная. У нас тут день уже заканчивается. Мы уже нагулялись, от пешеходили, от души. Вот оттуда мы пришли. Что я могу сказать про Тихий океан? Это когда в одном ботинке песок, в другом вода, а в кармане разлитое пиво. Если кто увидел, напишите в комменты. А мы тут еще решили зайти зачеркать местную столовую номер один. Посмотрим, чем отличается от наших питерских. Цены вроде окей такие же. Но тут, по-моему, сожрали все, что было. И вот все, что мы смогли взять, это чай, сок и тертик. Вот, смотрите, идеально. Вот с того вы нам родили. Обожремся. А еще не понял, что вот это вот значит. Если кто в курсе, напишите. Бланк. И вот, как Ксюша говорит, это все-таки пенсе, но я не уверен. Сейчас заценю, что это все-таки такое. Это пенсе. Как раз слушают то, что ты обычно утром включаешь. Так сказать, аудитория Светогора и Вадимыча. Не, больше Вадимыча. Вадим, Вадимычка. Нашли мы тут шаву возле вокзала. Выглядит вроде норм, но дороговато. В итоге взяли одну большую на двоих. Вот так вот это все выглядит. 240 рублев. По 120 скинули, сейчас заценим. Ну, по факту, реально. Обычная шава. То есть, никаких таких различий. Стопнули мы тачку. Доехали в город. Еще поболтали. Ксюха тут себе икру в Москву понабрала. Чисто ужин во Владивостоке. Вкусно? А мои пока завариваются, да. Ну как? Макарошки вкусные. Идея прокатиться на ТХ из Владивостока у меня появилась еще в начале 2016 года. Правда, тогда я хотел сделать это до Питера или хотя бы до Москвы. Но то не было денег, либо было не с кем. Поэтому сейчас я решил просто прокатиться хотя бы по городу. Я считаю, что огонь. А что все вспомнилось? Все коротко, динамично. Большое спасибо Эдуарду за отличный теплый прием. Надеюсь, увижу через какое-то количество времени на Ютубе ваше видео с кругосветки. Я думаю, да. Буду ждать. За две минуты статистика неплохая. Одна машина ППС и один Мерседес. У нас есть китайские конфеты. У нас есть суши шесть часов и тридцать километров. Пууу! Что же произойдет? Что-то пиздец. театр абсурда сколько до вылет я хочу чтобы там где-нибудь погибли но ксюша точно не хочу чтобы она там осталась в гладивостоке таким же я что у меня носки они стоит только выключить запись сразу же вспоминаешь а я уже очень давно столько времени не курил около 16 часов ни одной цигарки цигарка блин опа мурманск amazing good trip потому что иначе это не назовешь это и не бич trip не в 3 короче все окуренчик из всех посещенных но и мест больше всего мне понравился мысто бизина ведь не каждый день сидишь на скале свесив ноги к самому большому океану запомнились конечно и все остальные места а также обычные пешие прогулки по городу особенно в темное время суток когда видно даже звезды вот такой владивосток у меня получился пишите как вам ролик и что понравилось из увиденного именно вам